Расскажу вам одну историю. Из машины выходят два скинхеда, короче. Кем я являюсь на самом деле и что скрывается под плечины нормального бойца. Я пошел на баскетбол, у меня получилось так, что я мяч отбирал, а люди падали. Это не про Никиту, но внутри в нем сидит зверь. И он мне снизу наутмуш битый, я пол сальто делаю, падаю. После завтра у нас открытый ковер, да? Да. Поедем бороться. Я приходил с тренировки, закрывался в ванной и ждал, пока пройдет кровь из носа. Не понимал, что такое панкратион. В этих видеокассетах я смотрел по 20-30 раз каждую запись. Я пробовал эти приемы на своих друзьях. Но ссори, ребята, это ММА. Здесь дерутся по-настоящему. Не нанеся ущерба, ты не победишь. Но сейчас как бы на это я должен, что я могу себе позволить приходить с разбитым лицом. У меня отец серьезно болен, поэтому я буду идти до конца. И ради него я заберу эту победу. Ну, если кто-то узнает, что я спортсмен, что я там протеин пью или еще что-то. Хищники вышли на охоту. Охотятся на дичь. Все, давайте, не балуйтесь там. Мама, слушайтесь. Ты всегда должен быть готов к тому, что ты погибешь. Не важно, это может быть бой в клетке, бой на улице, где угодно. Наша музыка, кровь и кости. Добро пожаловать в мясорубку. Добро пожаловать в мясорубку. Реалити-шоу «Мясорубка» уверенно движется к финалу. В прошлой серии мы посмотрели, как живут участники и тренеры. Давайте продолжим знакомство. Расскажу вам одну историю из своей жизни, почему я опять вернулся в спорт. Давно, правда, было, мне тогда было лет 13-14. Переходил дорогу и перешел не очень аккуратно. И меня чуть машина не сбила. Из машины выходят два скинхеда, короче, с битыми. Ну, это все быстро получилось. Они подходят ко мне, но я не стал бежать. И он мне снизу наутмуж битый. Я пол сальто делаю, падаю, и потом уже все, добили. И с тех пор я понял, что мне опять нужно заниматься, тренироваться и быть готовым к таким ситуациям. И больше такого не допускать. Поэтому я здесь и в мясорубке. Напоминаем, что проект поддерживают наши друзья. Обратите внимание на предложения, которые они подготовили специально для вас. Genetic Lab Nutrition. Спортивное питание. Вкус, который любят. Качество, которое уважают. Репутация, которой доверяют. По промокоду Bodymania скидка 10%. Напоминаем, что финальные поединки пройдут на турнире Fight Nights Global 94. Для всех подписчиков скидка 37% на всю линейку спортивного питания MyProtein по промокоду Bodymania. Ссылка и промокод в описании под роликом. Victory Sports Nutrition. Качественное и проверенное спортивное питание. По промокоду Bodymania скидка 15%. Не забывайте про нашего технологического партнера, компанию Asos. Также очень важно правильно питаться после тренировок. Здесь никак не обойтись без помощи GrowFood. По промокоду Bodymania вы можете получить скидку на GrowFood. Я сам его постоянно ем. Бесплатная доставка. Не надо ничего готовить. Самое главное взял и разогрел. Они считают за тебя белки, жиры, углеводы. А ты просто соблюдаешь и становишься лютым человеком. Фирменные футболки предоставила компания N1 Sport. Крупнейший в России производитель дизайнерской спортивной формы и экипировки. Для каждой команды компания создает собственные комплекты игровой и тренировочной формы. Одежду для сборов и соревнований. Меня зовут Ислам Каримов. Я профессиональный тренер по ММА. Кто интересуется ММА, кто следит за карьерой спортивных ребят, которых я готовлю. Я думаю, уже в принципе со мной знакомы. В 18 лет уже занимаю тренерской деятельностью. И с 99 года по 2012 тоже выступал. Был профессиональным спортсменом. Провел в клетке 139 профессиональных поединков. Про себя хотел бы рассказать немножко, как я начал выступать в ММА. В 99 году я поступил в университет Ставропольский государственный. Длительное время занимался вольной борьбой в Ставрополе в самом. И после того, как я прозанимался около где-то 2,5-3 лет, я понял, что для того, чтобы добиться больших высот, мне нужно переезжать в другое место. Это нужно было ехать или в Дагестан тренироваться, чтобы соответственно уровень спортивный свой повышать. Или переезжать в Кабардино-Балкарию или в Осетию. Ну то есть именно в те места, где очень хорошо развита школа вольной борьбы. И соответственно у меня не было такой возможности, потому что я был студентом-очником, семья уже была на тот момент. Поэтому я решил сменить вид спорта, которым я занимался и ушел в рукопашный бой. Буквально в течение 2-3 месяцев у меня тренер по рукопашному бою, Чинакава Владимир Петрович, мой тренер первый, предложил мне выступить на турнире по панкратиону в городе Анапе. Это было в 99 году. Я с радостью принял это предложение, хотя в принципе не понимал, что такое панкратион и какие там правила. Но согласился. И в 99 году, где-то в июне месяце, я выехал на свой первый бой с базой вольника, без понимания, как работать в стойке. Соответственно этот первый бой я проиграл. Проиграл из-за того, что меня сняли врачи, я получил глубокое рассечение. Вот. И хотя по очкам как бы сам бой вел. Для меня этот бой оставил огромный отпечаток в каком плане? В том плане, что я понял, что это тот вид спорта, которым я буду заниматься, тот вид спорта, который мне очень понравился. Вот. И после этого боя, еще буквально там два боя я провел с моим тренером. И я понял, что мне нужно развиваться и развиваться самостоятельно. Потому что тот технический арсенал, который давался мне на тренировке, этого было мало. И я параллельно начал развиваться самостоятельно дальше. Я ставил ударную технику у кардианта Григория Степановича. Потом, когда я закончил университет, я переехал в 2003 году в Ростов-на-Дону. Там я ходил на тайский бокс, к Шабеку, Узеналбеку тоже. Там подтягивал руки, ноги, колени, локти. И параллельно развивался в партере. Болевые удушающие приемы. Так как мне очень все это было интересно. И не было людей, которые мне могли показать. Весь этот арсенал достаточно огромный. Я очень много смотрел видеокассет, UFC, Pride на тот момент, которые были. И, скажем так, базовые приемы, которые я начал применять в боях. Эти приемы были мной высмотрены в этих видеокассетах. Я смотрел по 20-30 раз каждую запись какого-то определенного приема. Я его запоминал. Я ехал на тренировку. Я пробовал эти приемы на своих друзьях, с которыми вместе тренировался. И постепенно-постепенно начал улучшать свой арсенал. Вот моя старшенькая пришла. И параллельно подтягивал ударную технику. И первые мои три боя, которые я проиграл, они, скажем так, были базовыми для моего анализа дальнейшего развития. Для того, какие ошибки я делал, какие ошибки мне нельзя теперь допускать в боях. И после этих трех поражений я начал выигрывать один, второй, третий, пятый, десятый. То есть, ну, были, конечно, моменты, где я, опять же, проигрывал. Но статистика была примерно 10 к одному. Я где-то 10 боев мог выиграть, и один мог проиграть решением судей, из-за того, что мог плохо подготовиться, функционально к бою подойти. Бои бывало затягивались, как бы, там, на два, на три раунда. Поэтому, ну, где-то бывало, что чуть-чуть не хватало. Ну, в целом, из 139 боев, как бы, я проиграл 15 боев всего. Поэтому, ну, вот моя младшенькая пришла тоже. Тоже чемпионка, тоже занимается у Димы джиу-джитсу. Да? Мне очень приятно. Ислам доверяют мне самое ценное. Свои две дочери, они ходят ко мне на тренировку, тренируются. У меня очень способные и, видно, подготовленные. Ислам с ними работал. На М1 дрался и дрался по Панкратиону, выступал также. В 2003 году также у чемпионата Евразии по Панкратиону выиграл. Выиграл два раза Кубок СНГ, Кубок Черного моря я выиграл 9 раз, Кубок Кавказа я 5 раз выигрывал. Конечно, эти бои огромный-огромный опыт. Они дали огромный отпечаток на мне, как бы, отложили. Вот. И этот опыт, который я заработал за это время, за это количество боев, как бы, я сейчас делюсь этим опытом, передаю их молодому поколению и профессиональным бойцам тоже передаю, потому что какой бы человек был, не был профессионалом, все равно есть моменты, над которыми нужно работать. И эти моменты может видеть только грамотный тренер. Дергай, дергай, видно твои атаки. Замаскируй их чуть-чуть. Провали, а потом выйди на атаку. Прешь, как пояс, блин, напрямую. Вот так вот и работаем с утра до вечера в зале, по 10-12 часов. В 2015 году меня пригласили в Иглос ММА Москва старшим тренером. Полтора года я работал в этом клубе, подготовил около 40 спортсменов за это время. Вот у нас первая мясорубка прошла так, что мы провели кастинг в Иглос ММА Москва. У нас там было отобрано 18 человек, ребят. И были разделены они на две команды. Одна команда у Наиля тренировалась, другая команда тренировалась у меня в Иглос ММА. И мы пытались за два месяца из них сделать, хотя бы более-менее, бойцами, ммашниками, чтобы они умели и бить, и бороться, соответственно, и все остальное. Ну и вот так, вот так, постепенно этот проект приобрел определенную популярность. Начали ребята интересоваться, спрашивать, когда будет вторая мясорубка. Для тех людей, которые следили за первой мясорубкой, например, для них это шоу, которое, в принципе, растет. Растет, изменяется, развивается и так далее. Для широкого зрителя, я думаю, что пока не такая большая часть широкого зрителя отдала свои сердца мясорубке, но для этого много делается, а в том числе ребята выступят на турнире, который будет в Москве 12 октября. В том числе вы привлекаете людей, которые достаточно известными, или единоборствами, не только единоборствами, они в этом участвуют. Динамика есть, после третьего турнира останавливаться уже точно нельзя и не получится. Поэтому приобретенный опыт, багаж позволит сделать так, чтобы мясорубка и широкого зрителя завоевала, и в том числе людей, которые это придумали, была мероприятием благодарным. То есть монетизация, популярность и так далее. Ну а что касается бойцов, я считаю, что это очень хорошая, на самом деле, фабрика звезд. Ты спрашивал вначале про мотивацию, а я тебе говорю, что видишь, люди просто мотивированы тем, что они имеют возможность в этот мир погрузиться и быть частью этого мира. Думают ли они о какой-то дальнейшей перспективе, что они станут какими-то известными людьми и так далее? Наверное, даже не факт. Конечно, они бы этого хотели, но пока они ставят себе задачу, что надо до финала дойти, в финале ярко выступить. С чем они проснутся 13 октября, мы им этот вопрос зададим. Возможно ли подписание контракта с Fight Night у таких людей? Да, я могу это сказать, уверен. Ребята из себя проявят, они точно получат дальнейшую возможность. Потому что мы как промоушен организации, мы, скажем так, охотимся как раз за такими парнями. У меня сейчас из профессиональных бойцов, сейчас тренируется Александр Албу, который сейчас выступает на UFC. Вот у нас сейчас 26 октября будет бой в Сингапуре, и мы сейчас усиленно готовимся к этому бою. Потом сейчас у меня из Армении приехал тренироваться Мхитар Барсигян. Также Ираклий Гюджиния тоже тренируется здесь. Батыр Алтыев тоже также тренируется. Сейчас готовятся, это как бы вот эти вот ребята. Ну и также у меня приезжают ребята на сборы. Пока как бы так, тренируемся, работаем. Сказать как бы, что тренерских денег хватает там, что-то себе позволить, это не так. Как бы тренера это такой труд, он благородный, но неблагодарный. Вот, и не все готовы как бы спортсмены приезжать, даже к квалифицированным тренерам. Не готовы платить тренерам за работу, за ту работу, которую они проделывают. К сожалению, не готовы. Вот, у нас немножко менталитет остался СССРовский, как бы мне так кажется, да. Многие спортсмены считают, что если они профессиональные бойцы, то они должны приходить в зал, и все им должно предоставляться бесплатно. Тренера их должны тренировать бесплатно. А то, что тренера, то же люди, у них есть свои потребности, у них есть семья. То есть об этом никто не думает. И если тренер вам дает возможность подготовиться к бою, заработать деньги, заработать какой-то титул, почему ребята не готовы хотя бы каким-то процентом с этих денег поделиться, я вот этого понять не могу. Почему я должен работать бесплатно, только для того, чтобы мне потом подошли и сказали тренер, спасибо. Как бы одного спасибо, как бы мне недостаточно. Поэтому, если ребята хотят приходить в зал и тренироваться у хорошего, квалифицированного тренера, с идеальным подводом к бою, с тактическим подводом к бою, то есть будьте готовы заплатить такому тренеру за его работу. Приветствую вас, ребята. Работаю я в банке, и сейчас я вам расскажу, чем я зарабатываю на жизнь, кем я являюсь на самом деле, и что скрывается под личиной нормального бойца. Диеты соблюдаются уже довольно-таки долгое время. У меня, в принципе, всю жизнь было так, что я с утра просыпался, съедал обязательно кашу геркулесовую на молоке. То есть, в принципе, врачи на мне все ставили крест, заниматься мне никто не разрешал, и был допущен только к плаванию. На что я сказал, что идите вы далеко и надолго, у меня уже маленький был такой с характером, не сказал, что я пойду на борьбу. Но я пришел, несколько месяцев позанимался, и нас попросили справку дать. Можно ли заниматься? То есть состояние здоровья. И получается, мне справку, соответственно, никто не дает, и тренер мне запрещает ходить. Я пошел на баскетбол, и оттуда меня выгоняют. Я слишком грубо играл, то есть у меня получалось так, что я мяч отбирал, а люди падали. Соответственно, тренер, можно сказать, жалился, сказал, можете, в принципе, под свою ответственность родителей. И, соответственно, он может заниматься тогда. Ну, родители взяли под свою ответственность при условии, что если у меня пойдет кровь из носа, то тогда все, прекращаем. Но я делал следующее. Я приходил с тренировки, закрывался в ванной и ждал, пока пройдет кровь из носа. И все же я верю в то, что если человек двигается, если человек хочет, если человек сам себя, так сказать, заставляет, и преодолевает все вот эти трудности, которые у него возникают, то, в принципе, это все можно и вылечивать, и залечивать, и все это может проходить со временем. Самое главное – желание. Ну, соответственно, учился в школе параллельно. Потом также были соревнования, турниры, многочисленные всероссийские турниры, в Московскую область, причем по вольной борьбе неоднократно участвовал в Московской области, и там же еще становился чемпионом. После чего мне, собственно, и дали кандидата в мастера спорта, когда я по старшим годам поехал бороться на областные соревнования и попал в сборную уже в Московской области как раз. Просто потом пошел в тренажерку, там тупо качался, железо тягал, правильно работал барменом. И там я познакомился с пареньком, с одним. Он занимался около футбола. Ну, и как бы предложил, так сказать, поучаствовать пару раз. Ну, так сказать, свои силы попробовать. Ну, естественно, юношеский максимализм взял верх надо мной, и я как бы оказался немножко в этой стезе. Не скажу, что жалею. И как бы много хороших людей там встретил, много с кем познакомился. Через какое-то время уже устроился в банк. Параллельно в институте учился. И пришлось мне уже завязать, соответственно, с этой околофутбольной темой. Ну, вот, потому что элементарно, не дай бог, если бы я на работу приходил с разбитым лицом, то, как бы, мне за это по голове не погладили бы. А мне, соответственно, нужно было устроить свой имидж, чтобы здесь как-то пробиться, чего-то добиться, где-то, скажем так, какую-то должность занять. Вот, и, соответственно, пришлось уже уйти полностью в работу и оставить только зал тренажерный. Неудивительно было, когда я сюда устраивался, у меня мама очень сильно переживала за то, что я спортсмен. Объясню, почему. То есть, как бы, к тому моменту я еще дрался, я бился. То есть, были ситуации, когда там были ссадины небольшие, но такого, что там разбитое лицо у меня никогда не было. Вот, и, соответственно, она в любом случае переживала, что если, не дай бог, я приду, если кто-то узнает, что я спортсмен, что я там протеин пью или еще что-то в этом роде, она скажет, что там люди скажут, что ты больной, и тело улыбка. Я говорю, ну ладно, я говорю, посмотрим. Я это очень долго скрывал. То есть, то, что я там протеин пью, и в зал хожу. Вот, и потом в какой-то момент, то есть, там, я раз узнаю, что у нас председатель правления является очень успешным триатлонистом, спортсменом, потом у нас также есть человек, который занимается профессиональным бодибилдингом, который немало завоевал также соревнований и турниров, одержал победы, но также я знаю, что есть несколько людей, которые также занимаются и профессионально, и любительски, то есть, в принципе, банк у нас очень хорошо заряжен спортсменами. А когда я уже пошел в мясорубку, то есть, даже мой руководитель непосредственный, Наталья Константиновна, она как бы, ну, отнеслась так, то есть, как бы, в принципе, поддержит руководство, то есть, оно против не будет, то есть, как бы, ну, не глупостями занимаюсь, вот, рискованно, но спорт есть спорт. А с другой стороны, то есть, похвалил, то, что, ну, молодец, мужчина, так же меня коллеги все поддерживали, и, соответственно, когда вот, там, одна ситуация неприятная возникла, то есть, как бы, по мне было видно, что я, так сказать, поучаствовал, люди подходили, интересовались, то есть, кто не был в курсе. Многие подписались после этого на канал Будимания, смотрят видео, то есть, смотрят, там, меня ходят, подкалывают, там, вот ты, там, что, там, все, звезда, что ли, все, там, UFC, Хабиб, туда-сюда. Я говорю, извините, но мне, как скажут, до Хабиба, как бы, еще очень долго. На самом деле, человек очень позитивный, добрый, всегда на него будет поможено положиться, то есть, как он попал в наш коллектив, сразу обстановка, друг к другу относиться более спокойно, можно сказать, не так формально, как ранее, вот, так же, всегда можно на него положиться. На самом деле, да, он очень порядочный, сразу так с виду с него не скажешь, что он прям, ну, на самом деле, очень добрый, порядочный, он всегда может положиться, выручить в любой ситуации. Если он по этому поприще пойдет, то есть у него большое будущее. Ну, про Никиту расскажу, что, вот, есть по жизни физкультурники, а Никита спортсмен, есть по сути физкультурники, а Никита, по сути, свой спортсмен, то есть он боец, он идет всегда до последнего, он очень самоуверенный в хорошем смысле этого слова, у него есть правильные амбиции, он никогда не переступит какую-то черту, потому что он морально правильный. Поэтому, если он, как мужчина, самореализуется именно через спорт, и ему это будет доставлять внутренний комфорт, то я, как женщина, должна его поддержать, и я в этом буду его поддерживать. В общем, сама идея прийти на мясорубку возникла не в моей голове, а в голове одного товарища. На самом деле, мы с ним поспорили на банку протеина, кто из нас может на другую лицо расколотить. А так как мы не можем в нормальном состоянии это сделать, зали на нас ругаются, поэтому нам необходимо это выстроить плед. На первой тренировке, когда у нас была первая тренировка борьбы, мне, в принципе, было просто. Легко, хорошо, комфортно и вроде как функционально. Я достаточно хорошо себя показал, но стоило прийти на тренировки по ударной технике, там я уже, соответственно, понял, чего я стою и какой у меня уровень подготовки в плане стойки, и какой у меня функционал, в принципе. Вот. Ислам очень грамотно всегда показывал на все мои ошибки. Попробуй под удар подвернуть, попробуй зайти. Хорош. Аккуратно. Аккуратно. Время! И всегда при каждом, абсолютно при каждом ударе, при каждой отработке техники он всегда говорил, включаем голову, включаем голову. Вот. Но единственное, как бы не от одного человека я это слышу в плане тренера. Я не знаю, стоит ли говорить об этом или нет, но у меня также есть второй мой тренер. Как бы назвать его просто тренером я не могу, я могу сказать, что это мой близкий человек, который, по сути, со мной уже очень довольно-таки долгое время всегда находится рядом, который всегда мне помогает, которому я всегда помогаю. Во всем мире, в единоборствах существует практика совмещения тренерских направлений. Ислам Каримов – человек, который уже добился, уже поставил себя, его знают, он работает, он показывает. У него очень много учеников. Вот. И у него свое направление, да. Подготовлен во всех аспектах. Функционал, ударка, борьба, там очень много чего. А самое главное – это дух. Вот. Без духа в клетке делать, ну, нечего. То есть, помимо того, что мы подняли функцию, мы также отработали ударную технику. То есть, я увидел со стороны, насколько также тренировки Ислама и тренировки с моим близким. Его зовут Артем. На самом деле, это очень сложно. И респект Никите. Большое спасибо ему, то, что он это делает. Он старается. Человек пашет шесть дней в неделю. Три дня в МД у Ислама Каримова. Три дня со мной пашет. Он пашет. Вот как раз таки здесь еще нужен тренер, когда надо его остановить. Вот. Вы можете на самом деле сказать, что как-то это может неправдиво выглядеть, но его приходится останавливать очень жестко, что «Эй, парень, все, хватит, отойди, успокойся, сядь». Переживая за свое лицо, во-первых, просто я насмотрелся, что такое, там, перелом носа. И мне это очень сильно не понравилось. Я очень сильно этого хотел избежать. Поэтому, как бы, я начал держать расстояние. То есть, я начал работать на дистанции. Опять же, спасибо Артему, спасибо Исламу Каримову, которые мне, получается, помогли, соответственно, прочувствовать эту дистанцию, как именно выстреливать именно ударами одиночными. Сейчас это все модно. Это не про него. хайпы и тому подобное. Это не про Никиту. Но внутри в нем сидит зверь. Мы стараемся этого зверя направить, так скажем, есть такое понятие, как спортивная злость. Спортивная злость – это добрая, это качественная составляющая спортсмена, который выходит непосредственно драться в любом виде. Он должен иметь это качество. Если у него этого нет, он не добьется результата в этом направлении. У Никиты оно есть. И он очень злой. Он злой, да, может быть, где-то даже до каких-то нехороших моментов, когда непосредственно биться. Но уважает своего соперника по-хорошему, по-доброму. Надо знать Никиту. Он кажется таким серьезным. Никита может быть очень несерьезным. Он вообще хулиган на самом деле. При всей своей такой брутальности он, конечно, порой ведет себя как мальчишка. Это очень заводит, веселит. И порой он просто удивляет все время. Никита будет чемпионом. К этому прикладываем все свои возможности. Я прикладываю Ислам Каримов. Стараемся максимально подвести человека к финальному бою так, чтобы это выглядело достойно. Так как и для тренеров, для людей и в основном это все делается для публики. Чтобы публика была довольна непосредственно выступлением спортсмена уже в клетке. Меня зовут Джабраил Цычуев. Мне 22 года. Родился и вырос в Ингушетии. После 11 класса переехал в Москву поступить. Поступил я в университете «Энергия». В принципе, там и начал тренироваться. Занимался сначала кикбоксом, потом грейплингом и, в принципе, начал потом заниматься смешанными недоборствами. Начал выступать. Занимал призовые места. Первое, второе и третье. Мне очень нравилось. В принципе, я всегда занимался спортом, но не вовлекался в это так конкретно. И спустя некоторое время я увидел, что есть такой проект «Мясорубка», что дает возможность пробиться наверх. И попробовал себя в нем. И у меня вроде все сейчас пока идет хорошо. посмотрим, что будет в финале на все воле Всевышнего. Я очень благодарен, в принципе, своим тренерам, которые изначально меня учили, обучали. Это тренера из «Синергии». Мурат Измайлов, Багаудин Борзов. Они меня научили Азам. Научили, в принципе, тому, что из себя представляет спорт, что из себя представляет данное боевое искусство. И сейчас я в финале. Я уже с давних пор подписан на канал «Боди Мания». И в прошлом году был проект «Мясорубка» второй сезон. Я смотрел, наблюдал, смотрел за бойцами, что они себя представляют, как дерутся, какой уровень. Мне понравилось. Это хорошее начало для тех, кто хочет добиться хороших высот в спортивной бойцовской сфере. И я решил, что попробую себя в следующем сезоне, если он будет. И спустя некоторое время я вообще забыл, что такой проект вообще существует. И смотрел очередной выпуск от «Боди Мани» и увидел, что стартует третий сезон. И пошел на кастинг. Решил попробовать себя в «Мясорубке». Это своего рода мини-промоушен. Хочу почувствовать, каково это, когда ты уступаешь на большую аудиторию, когда поддержишь большую аудиторию. И будет проверка для меня. Я, на самом деле, очень верю в себя. Я усердно тренировался, и я понимал, что самое главное – это просто тренироваться и не лениться, а не сидеть дома, как многие это делают. Я тренировался два раза в день и был полностью в себе уверен и понимал, что если так и продолжу заниматься и тренироваться, то дойду до финала. И я, на самом деле, не удивлен. И к этому я и шел. Что касается моего соперника, Шоха, очень хороший парень. Мы с ним вначале познакомились, дружились. Он мне и брат, поверьте. Я его, на самом деле, очень поддерживал, переживал за него. Очень крутой парень, очень духовитый. Он универсал, хорошо дерется и в стойке, и в борьбе. Но это спорт. В клетке не будет друзей, не будет братьев. Будем драться, будем уничтожать друг друга. А я думаю, после боя снова станем хорошими друзьями и братьями. Будем идти до конца. Мама первое время очень волновалась за меня. Из-за спорта бывают травмы. Травмы эти бывают очень опасными. Иногда из-за них приходится вообще всю жизнь отстраниться от спорта и от всяких других бытовых моментов. А так, родные меня полностью поддерживают. Плюс к этому, у меня отец серьезно болен и я очень хочу, чтобы он гордился. Хочу порадовать его, поэтому я буду идти до конца и ради него я заберу эту победу. Я перевелся в команду Наиля. Он очень хороший человек, как человек, так и тренер. Он очень хорошо обучает. Я абсолютно всем доволен. Ну и помимо этого я тренируюсь в другом зале у моего тренера. Его зовут Эльдар Гайнуддинов. Вот. И как я говорил, я тренируюсь два раза в день. Он дает очень хорошие тренировки и на технику, и на функционалку. Вот. Я всеми доволен. Огромное вам спасибо. Наиля, Эльдар, Сергей. Вот. Я вам благодарен. Также у меня есть очень близкие мои братья, друзья. Хани и Виса, Толки и Эхмет. Они тоже меня многому учат, поддерживают меня, тренируют. И помогают в боях. Вот. Настраивают, секундируют. Вот. И у меня очень хорошая команда. И я думаю, это одна из весомых причин, почему я должен выиграть этот финал. Я уже провел три боя на проекте. Если говорить, какой из них был самый сложный. Первых два боя я закончил очень быстро. Первый бой, по-моему, полторы минуты. Второй бой тоже самое. Первый бой я закончил треугольником. Второй удушающим. И мы почти не успели подраться ни в стойке, ни в борьбе. Сразу перевод. И на этом мы и закончили. Поэтому самый сложный бой был третий. Вот. Я подрался два раунда. Первый бой провел в стойке. Я знал, что мой соперник хороший боксер. Опасался его ударов, скажу честно. Вот. Но решил... Он немножко подустал после первого раунда. Я пробивал ему фронткики. Вот. И во втором раунде перевод закончил. Но это был очень стрессовый бой для меня. Я переволновался, если честно. И после боя у меня болело все тело. И в плане самого соперника, в плане переживаний, стресса, самый сложный бой был третий. Ну, я ожидаю то же самое и от последнего моего боя. Соперник очень хороший. Насколько я знаю, если мы покажем хороший бой, как Камил говорил, что даст контракт финалисту. Вот. Буду на это рассчитывать и надеяться на это. Но просто надеяться бесполезно. Надо выкладываться по полной и показать себя. Так что будем это и делать. Что касается проекта. Организация мне понравилась. На самом деле это что-то новенькое в мире смешанных единоборств и, в принципе, в России. Организация на хорошем уровне. Вот. Не могу ничего сказать, потому что я в этом, наверное, ничего и не смыслю. В принципе, все хорошо. Бои проходят отлично. Проект меня импонирует, все нравится. Я даже не знаю, что сказать. Мое дело это драться. Вот. Организация за ними. Я не обращал внимания ни на что. Я сконцентрировался на своих тренировках и на боях. Ну, вот. На этом и все, в принципе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова